Smart Data – это большая техническая конференция по Data Engineering. Конференция пройдет с 11 по 14 октября онлайн. Темы, которые будут обсуждать на конференции, это стриминг, СУБД и хранилище для больших данных, архитектура хранилища данных, Data Governance, технологии построения ETL, оркестрация, ML Ops и многое другое. Вы сможете увидеть десятки докладов, воркшопов, сессии, вопросов и ответов. Первые доклады именно спикеров уже появляются на сайте. Но это не все. Программа пополняется почти каждый день. Купить билет можно уже сейчас. Не тяните, ведь чем ближе конференция, тем выше стоимость билетов. Вот такое вот у нас сегодня начало. Привет, Дин. Привет. Как тебе? Я старался. Мне очень понравилось. Надо будет обязательно зайти к ним, заглянуть. Обязательно всех слушателей зовем посмотреть на описание докладов, которые планируются на этой классной конференции. Мне, честно говоря, очень понравилось. Я уже всерьез подумываю сам, они приобрести ли мне билетик. Привет еще раз всем. Это подкаст DataCoffee, подкаст о данных в современном мире, сбор, хранение, обработка, трансформация данных, всевозможная визуализация, а также принятие решений на их основе. Это вот в основном все то, о чем мы здесь стараемся говорить. И сегодня у нас гостевой выпуск, что не может не радовать. У нас сегодня в гостях Валера Попов. Привет, Валера. Привет. Валер, я когда у тебя спрашивал, как тебя представить, ты сказал, что представить тебя как продакт-менеджер из Москвы. Москва – это компания такая? Или ты так решил немного пошифроваться? Решил немного пошифроваться. Ну, время от времени люди работают в разных местах, а то, о чем мы будем обсуждать, можно переслушивать, наверное, годами, поэтому не особо важно, где я работаю прямо сейчас, сегодня. Понял. Слушай, у нас есть такая в какой-то степени традиция, она никуда не девается из гостевых эпизодов. Я всегда спрашиваю нашего гостя, как он относится к такому напитку, как кофе. Сам понимаешь, у нас подкаст Дейта Кофе, и мы иногда немножечко говорим еще и про кофе. Как ты к этому относишься? Я кофе не пью вообще. Вот так вот. Это серьезный заявок. Ты будешь вторым человеком в этом подкасте, который это заявил. Первый, причем один из наших ведущих, который сейчас пока отсутствует, может попозже Мак присоединится к нам. А что так? Почему у тебя не складываются отношения? С кофе. У меня достаточно своей вот такой трясучки. От кофе слишком много становится. А, интересно. У нас вот Женя Ермаков был в гостях. Он говорил, что на него кофе вообще ровно наоборот действует. Не вызывает никакую трясучку, а в сон отправляет. У тебя все-таки именно подъем начинается, да, в организме? Да. Ясно. Понятно. Ну, ты работаешь в сфере игровой, насколько я понял. Расскажи вкратце, чем ты в целом вообще занимаешься? Ну, вообще, я раньше работал дизайнером несколько лет, потом стал продуктом в IT всяких проектах. Ну, то есть, продуктом в IT. Работал в всяких сервисах, в продуктах. И с недавнего времени, ну, меньше года, я помогаю ребятам, которые занимаются играми. Могу подробнее рассказать, если уместно. Да, конечно. Очень даже самое, я думаю, место и время для этого. Вот, относительно игр. Я, там, несколько лет назад работал в Enovi, которые паблишат ММО игры, наверное, слышали про это. Вот. А теперь, вот, ну, больше я там не работаю, а сейчас помогаю ребятам, которые называются Мастерская 15. Они делают игры, онлайн-ивенты и прочие цифровые экспириенсы на Роблоксе. И вот, такой интересной штукой занимаемся. А вот сейчас ты к играм опять пришел, говоришь, что какое-то время, я так понял, не работал, а сейчас опять к играм пришел. А что тебя сподвигло? Это какое-то внутреннее тяготение или просто так обстоятельства сложились? Не, внутреннее, внутреннее. Это было, хоть и сложились как-то звезды, что удалось вместе работать с этими ребятами, но всегда хотелось, с детства хотелось игры делать, только тогда не было никакого представления, как в это вообще зайти. А когда я работал продактом в Enovi, я около этого потерся и примерно понял, с каких сторон я могу туда войти. Вот вошел с какой-то. Неплохой, мне кажется, путь. Со стороны продакта, да? Ну да. Ну то есть можно как бы снизу туда, то есть ты геймдизайнер, делаешь руками очень много, а можно с такой менеджерской стороны заскочить. И это вроде как удобнее, потому что у меня опыта менеджерского уже много, и хоть и индустрия немного другая, но большинство работы примерно та же самая. Вот, кстати, интересный, может быть, в какой-то степени провокационный вопрос. Некоторые считают, что специалист какой-то, может быть, это не относится, конечно, к продакт-оунеру, но на какой-то менеджерской позиции человек должен обладать серьезными хард-скиллами именно вот в этой специальности, которая относится к этому проекту. Ты не считаешь так? Или, может быть, это не для всех ролей, может быть, на проекте актуально? Нет, для все-таки менеджерских ребят специфика конкретного продукта, сервиса, штуки, в которой ты работаешь, может быть, процентов на 20 как-то делать вклад, а на самом деле на 80 это вообще разбираться в том, как работают вещи, работают системы, как работают вообще, неважно, какие продукты, как в принципе это работает, как ведут себя пользователи, что бы это ни было, то есть вот это все в копилочку, в чем бы ты ни работал. Конечно, чем более разносторонний у тебя опыт, тем больше вероятность, что ты где-то что-то переиспользуешь из другой области, или чем больше у тебя опыта в конкретном продукте, в котором ты работаешь, тем больше вероятность, что возникнет что-то, что вот только поэтому ты смог как бы не продолбать, потому что ты в курсе, где ты и как это работает. Но в основном вот эти механические 80 на 20. Главный опыт чисто общий. Понятно. Расскажи, что ты делаешь все-таки в Мастерской 15? Я помогаю менеджерить и иногда на большом, на глобальном уровне геймдизайнить проекты, ну то есть скорее это продюсирование можно назвать, мы просто так не называем, у нас там не то чтобы огромная компания, чтобы я такой, я продюсер, я вот один из нескольких человек, который помогает затащить проект. Я и менеджерю, то есть раздавать задачи, писать технические задания и концепции придумываю. Не один, естественно, мы все это делаем, вот я помогаю. То есть ты в том числе участвуешь еще и в обсуждении или в решении вопросов относительно того, что, например, в игру добавить нового и того, чего там не было, и какие-то, я не знаю, проверки выполнить, тесты, насколько это фича или новая опция в игре будет игрокам интересно. Да, и ровно вот это я бы назвал, типа вообще практически неважно, игра это или какой-то цифровой сервис, не знаю, Яндекс.Лавка, доставка чего-нибудь, тоже есть. Игроки-пользователи, тоже есть идея, что вау, наверное, это выстрелит, и тоже нужно протестировать протестировать и проанализировать данные и убедиться, что ты, например, не прав. Неужели нет никаких отличий между той же самой лавкой и играми? Неужели поведение игроков, поведение пользователей ровно одинаковое? Ну, конечно же, есть различия, любая как бы аналогия хромает с какой-то степени, но большие такие глобальные этапы, вот как я назвал, одни и те же. Есть специфика, как их имплементировать, в зависимости от того, на что это приземляется, но pipeline, в общем-то, один и тот же обычно. А что это за pipeline? Мож? Ну, вот как я назвал, типа есть какая-то идея, мы ее обсуждаем, проходит какой-то sanity check, делимся какими-то соображениями, почему это может выстрелить, почему не может выстрелить, ну, потому что идей может быть много, а проверять все никогда не хватит никаких ресурсов и времени. Дальше мы ее имплементируем каким-нибудь lean-образом, ну, чтобы не потратить на нее год, все-таки тестируем, то есть выделить то, что минимально нужно сделать, чтобы гипотезу проверить, дальше запуститься правильно, чтобы не потерять все данные, собрать их, проанализировать, и сделать вывод. Вот это то же самое, вот в этих терминах, в которых я сказал, тут нигде не было слова «игра» даже, по-моему. Некий пользователь, некий продукт. То есть это такая поверхностная аналитика поведения пользователей, получается? Нет, нет, аналитику можно делать очень подробную, но вот в тех терминах, вот как я рисую, делаем такой этап, он неважный от продукта, он все равно делается. А как дальше проверить? Вот верхний уровень, вот ты сказал, да, то есть есть несколько этапов, там обсуждение, выбор каких-то наиболее, там, ну, я, насколько понимаю, на основе экспертных мнений команды принимается решение, что какие-то фичи могут зайти, и надо их проверить, протестить. Что дальше происходит? Вот есть набор фичи, или набор идей, которые хочется проверить. Каким образом эти проверки выполняются? Давайте тогда для того, чтобы было проще про это говорить, какой-то конкретный пример придумаем. Ну, допустим, мы же про игры все-таки хотим, наверное, разговаривать. Вот, допустим, есть игра, и мы там чего-то в игре продаем, и мы решили проверить, как будет, то есть мы сначала ничего не продавали, а потом решили что-то продавать, вот. И решили проверить, как будет продаваться какой-нибудь там бустер, паверап какой-то. Например, он помогает лучше играть, и мы такие, окей, пусть он стоит там 3 рубля, посмотрим, как он пригодится игрокам, будут его покупать, не будут. То есть мы делаем какой-то магазин, делаем описание этого товара, этого паверапа, делаем возможность, чтобы его можно было купить, делаем, чтобы он работал, чтобы оказывал какое-то влияние на игровой процесс. И нас интересует, вообще, будет ли им интересоваться, будут ли его покупать. Естественно, чтобы хоть как-то это проверить, нужно, чтобы была подключена аналитика, чтобы события трекались, и мы вообще узнали, что кто-то его хотя бы купил. Потому что, ну, какие-то неопытные, например, разработчик может бахнуть, и просто смотреть поступление там на кошелек, на какой-нибудь. И, типа, если денег нет, сделать вывод, что, ну, что-то не зашел паверап, неинтересно. Но это очень близорукий такой вывод. На самом деле, может быть, в интерфейсе проблема. Да, или в интерфейсе проблема. Может быть, никто вообще магазин не открыл, а может быть, паверап классный. Ну, то есть, ты сначала формируешь гипотезу, и дальше, перед тем, как выпускать в тестирование, ты должен убедиться, что ты поставил везде там все счетчики, все ивенты кидаются, по которым ты можешь действительно сделать вывод. А то ты можешь, например, эти счетчики разместить, но самое главное забыть. Например, на открытие магазина не поставить. Или там вообще на клик по покупке. А может быть, все кликают, и после этого отменяют. А может быть, вообще не кликают. Ну, то есть, да, такая подготовка к измерению. Ну, да. Слушай, ну, вот, если мы говорим про проверку фичи, новой, которой раньше не было, такой, как продажа какого-нибудь электронного товара внутри игры, да. То есть, мы для проверки должны целиком весь магазин запустить с продажи этого товара? Ну, в любом случае будет какое-то место, где он продается, ну, потому что куда-то нужно тыкнуть. Может быть, если товар только один, может быть, и не нужен там магазин. Ну, то есть, это может быть какой-то значок, да, в интерфейсе, по нажатию на который сразу выполняется покупка, грубо говоря. Да, но и это даже не все. Если тебе хочется протестировать именно, насколько игроки будут заинтересованы в покупке какого-то товара, конечно же, ты заинтересован в том, чтобы как можно менее его куда-то запрятывать. И, например, вот в Роблоксе распространена такая практика, даже не в магазин проекте товара, он просто лежит прямо у тебя на карте. Ты можешь к нему подбежать, посмотреть, что это, и купить, не купить. То есть, пока ты бегаешь в виртуальном мире, ты его прямо, ты не можешь его не увидеть, он вот перед тобой лежит, как объект в игровом мире. Это очень прикольная, кстати, штука. Я, ну, мало такого видел на других платформах. То есть, обычно в какой-нибудь интерфейс положат. Интересно. Значит, мы для проверки делаем эту фичу, а мы их сразу всем эту фичу показываем, если мы ее проверяем. Слушай, очень сильно зависит от того, ну, насколько ты рискуешь. Если, например, у тебя очень, свежая игра, и на самом деле у тебя нет, там, миллиарда пользователей, и ты не боишься чего-то сломать, а, например, ты постоянно закупаешь рекламу, чтобы тестировать новые и новые фичи, ты, например, может быть, и не боишься вообще на всех выкатить, просто чтобы больше данных собрать. Ну, то есть, на самом деле, ты всегда балансируешь между количеством данных и страхом сделать хуже, вот, и в некоторых случаях можно и на всех выкатить, если у тебя слишком много пользователей, и ты Fortnite, ты, конечно, не будешь выкатывать что угодно на всех, ты будешь этого бояться, выбирать какие-то тестовые группы, на них тестировать, и только потом что-то выкладывать. А вот по поводу размещения рекламы ты упомянул, это вот тоже способ поделить пользователей или игроков на группы, получается, да, то есть, тех, кто по какой-то рекламной ссылке перешел для них какую-то фичу показать, это имеется в виду? Нет, я не это имел в виду, я имел в виду, что если, например, у тебя мало пользователей, и ты постоянно нагоняешь пользователей в игру, чтобы хоть что-то тестировать, а так, например, в него почти никто не заходит, ну и ты выкладываешь на всех эту фичу, потому что все равно ее увидят практически только те, кто пришли по рекламе, потому что, например, она пока не популярна. Ну, надо сказать, что мало игр получают популярность такую, что органики больше, чем маркетинговых приходов. Ну, конечно. Как бы, не слишком ли амбициозно считать, что это провал, что у тебя органики меньше? А, нет, про это разговор такого не идет, в каждую ситуацию нужно смотреть, конечно. А расскажи подробнее, как именно вы храните данные, как вы их анализируете, какими инструментами пользуетесь? Вот чуть ближе, видимо, я нас подвожу конкретно к данным и работе. Да, окей. Конкретно мы не используем каких-то больших аналитических комбайнов, потому что нам это сейчас не нужно. мы экспериментируем с экстравагантными идеями, то есть у нас нет какой-то игры, которая нас кормит постоянно. Мы пробуем разные идеи, какие зайдут, какие не зайдут. И если в этом месяце мы пробуем вот эту игру с этим геймплеем, то в следующем месяце у нас уже будет две игры вообще с разными геймплеями, с отличными геймплеями. и нам не нужно тратить много времени, чтобы в комбайне прописать все дашборды и потом только сыпать туда данные. Мы лучше это время потратим на то, чтобы просто собрать сырые данные в каких-нибудь JSON-ах и просто вручную писать SQL-ки, потому что это гибче, удобнее и просто быстрее. А где JSON-ы у вас лежат потом? Раньше мы использовали, то есть мы и сейчас используем сервис Game Analytics вот он сталкивались, нет? Я точно нет. Вот, ну то есть это нормально такая среднего размера аналитическая система, но она интересна тем, что она заранее заточена именно под игры, то есть это не Google Analytics какая-то и очень легко получить первые очень важные данные дашборды об игре, а ты просто интегрируешься с SDK, отправляешь нужные события правильно размеченные и у тебя в как-то панель управления или как это называется, заходишь и уже построены дашборды, и из-за того, что ты правильно разметил ивенты, там уже есть дашборд с ретеншеном, с там покупками, если у тебя есть покупки, если у тебя есть левелы, там уже достижимость всяких левелов в процентах рисуется, всякие воронки уже нужны есть, это очень здорово. и раньше была функция выгрузить сырые данные, чтобы посмотреть что угодно, уже в SQL-ке можно было, например, ну потому что никакой заранее созданный дашборд не ответит на все твои вопросы, все вопросы при тестировании обычно адхок, никто их заранее предусмотреть не может, а потом этот гейманалитик стал переезжать на новую версию и они заретайрили эту фичу, чтобы выгрузить сырые данные и я написал просто руками свой сервер, в который мы сыпем такие же ивенты, я их точно так же выгружаю, заливаю в базу данных и пишу SQL-запросы. Вот, ну то есть нам не нужно какой-то огромной производительности, у нас одновременно запущены там две-три игры, в которых не миллион пользователей, поэтому никаких особых мощностей не нужно, просто маленькая виртуальная машинка на Амазоне, которая все время включена и туда сыпятся запросы. А как вы справляетесь с тем, чтобы раз в месяц запускать новую игру? Я там в прошлой неделе вы говорили. Ну, не в несколько недель, но в месяц мы точно запускаем новую игру и иногда получается быстрее, ну потому что мы используем значит, гибкий подход, во-первых, мы не тратим много времени на оформление и производство какого-то контента, мы пользуемся шаблонным, в этом Roblo, кстати, помогает, там очень большая библиотека готового контента, и аудитория намного более толерантна к шаблонным решениям, чем в любых там стимах и где угодно. и просто не тратим время на то, что можно сделать потом и что не влияет на проверку гипотезы. То есть, на самом деле, вы выкатываете игры с единственной целью проверить гипотезу? Нет, мы выкатываем игры, чтобы нащупать классную идею, которую потом можно будет дорабатывать и зарабатывать на ней деньги. То есть, на самом деле, вы нащупываете то самое, что в итоге вырастет в огромный проект? Да-да-да, то есть, мы не мучаем один проект месяцами, если он не выстрелил, мы переходим к следующей идее, потому что разукрашивать труп это долго, дорого, и нам это никто не оплатит. Прикольно. То есть, параллельно может этот мини-проект для проверки идеи еще и сам по себе выстрелить в какой-то момент, насколько я понимаю. Ну, мы как бы стараемся не отдельные там механики проверять, чтобы их куда-то добавлять, а прямо вот делаем прям игру-игру. Просто она очень сильно такая между альфа и бета-версией. У нее там вот core механики совсем чуть-чуть поверх этого и давай проверять, как заходит. А вы под мобильной платформой делаете или подо что? Ну, Роблокс хорош тем, что у него клиенты есть почти на всем, что только можно, стараясь, что на холодильнике нету, поэтому сделал один раз, запускай где хочешь. Разумеется, есть нюансы, там управление нужно адаптировать под телефончик, чтобы там удобнее было нажимать экран маленький, но по большому счету это Роблокс все делает за тебя. Ну, то есть для всех получается платформ. Да, но можно ограничить, например, ты не хочешь, чтобы с телефона играли, потому что там что-нибудь у тебя ломается на маленьком телефоне и ты такой не покажу ее. Ну да, если раз в месяц запускать, то тут нету времени на раздумья, надо сразу как бы это все решить. Интересно. Предлагаю перейти к вопросу аналитики. Вот если вы делаете игру и этот инструмент позволяет сразу же на разные платформы делать, у меня в голове всегда было представление, что аналитика там, допустим, игроков на мобильных устройствах это вообще совершенно другая область по отношению к аналитике игроков, да, и игрового поведения на, я не знаю, PlayStation или на PC, для меня это все выглядело как две вообще раздельные совершенно области, никак друг с другом не связанные, ну, за исключением того, что это может иметь одинаковый бренд и еще какие-то сопутствующие вещи. Это не так? А можешь пару тезисов в защиту вот этой идеи, что это сильно разные вещи? почему так думаешь? Ну, очень отличается управление, да, нужно там, к примеру, на мобильном нужно собирать данные там по движению пальцев по экрану, какие-то там, я не знаю, может быть, ускорение этого движения, еще какие-то такие вещи очень сильно привязанные к тачскрину. На компе скорее всего люди будут играть мышкой, там, клавиатурой, возможно, это игры будут дольше в какой-то степени. Ну, то есть для меня именно, может быть, даже не с технической точки зрения, это были разные... Да, Дин, пожалуйста. Да, я хотела сказать, что, например, игры на телефоне отличаются же очень сильно от игр на PlayStation хотя бы потому, что в них люди садятся, ну, они более казуальные, в них люди играют, я не знаю, в перегонах в метро, чтобы сесть за PlayStation, лежит целый процесс, нужно налить себе чаю, нужно включить телевизор, пододвинуть себе джоусь, заряженный заранее, то есть игры на две минуты тут, наверное, будет маловато. Ну, бывает, наверное. Так, как и большой, большой игры на мобилочку увлекутся далеко не все. Вот я хотел сказать, бывают, наверное, какие-то исключения, я просто помню несколько месяцев назад мы с супругой прям несколько вечеров потратили на игру сейчас от команды Team17, по-моему, которая Вормс червячков делала, они выпустили Survivalist такую штуку, там можно в общем по локальной сети прям с мобильных устройств друг к другу подключаться, и интересно было то, что там можно собирать обезьянок по островам, их потом обучать, и они повторяли за тобой действия. и она достаточно длинная, то есть это вот это явно не для игры в метро, мне показалось. Ну, конечно, соглашусь, бывают исключения там везде на любой платформе, но если мы возьмем некую среднестатистическую игру на каждой платформе, то на мобилке это будет такая игра, на PC Сикая, на Nintendo Switch третья, а на PlayStation там другая. Да, конечно, это имеет значение, когда у тебя есть работающая игра, которая, например, хорошо работает, хорошо удерживает и как-то зарабатывает, и ты хочешь это сильно улучшить, тогда ты, конечно, должен учитывать вот это пользовательское поведение. Если у тебя, грубо говоря, на мобилке суперказуалка, и в ней в принципе, ну, такого она жанра, что в ней в принципе удержание очень, ну, не бывает сильно большое, ну, то есть, это не ММО игра, в которой ты можешь два года играть, то, возможно, ты можешь вообще сконцентрироваться на том, что, окей, я просто буду выпускать клоны этой игры, там, с другой темой, пусть покупают эту игру еще раз или скачивают и смотрят рекламу еще один раз, ну, чем не подход, такой может быть. А, ну, вот, а если ты играешь там над большой игрой для PC, то ты тоже как-то это учитываешь. Но я бы сказал, что это, типа, не самое интересное. то есть, всегда можно найти студии, которые сделали классную игру или запаблишили классную игру и рассказывают про то, как они строят процесс, чтобы зарабатывать на зарабатывающей игре все больше и больше. Наверное, мне оказалось, что более интересно разговаривать про то, ну, вот, есть какой-то человек или какое-то объединение, вот, они хотят делать игры и они пытаются найти что-то, что выстрелит. Ну, потому что истории успеха, они все редкие, а вот таких ребят, про которых я говорю, их всегда много ими движет страсть. И в этом случае, когда вы только ищете идею, то есть, вы пробуете что-то запускать, пробуете еще, пробуете еще, это не такая большая разница, на какой платформе ты это делаешь. Естественно, стоит учитывать, ну, потому что средний пользователь будет чего-то в среднем ожидать. Но, когда ты, допустим, это учел и выпускаешь игру, скорее всего, тебя будет интересовать в первую очередь там, ретеншн в первых дней, если эта игра там, казуальная, или суперказуальная, или ретеншн там, недель каких-то, если игра предполагает более долгое удержание. И, ну, в главной степени я бы сказал, что ретеншн, ну, и плейтайм. Ну, то есть, если ретеншн вообще никакой, даже там, первого дня игра, значит, вообще никак не заинтересовала. Ты, конечно, можешь более детально копаться в данных, пытаясь выяснить, почему именно, и, ну, вероятно, ты будешь это делать. Но главная метрика скорее будет ретеншн, то есть, принятие решения, успех, не успех, получилось, не получилось. Мы, например, делаем так же. Нам важно достичь хорошего ретеншна, дальше мы, будем прорабатывать деталь. Естественно, да. Какую-нибудь игру, свою, ну, вот, вашу игру, в которой ретеншн таки оказался на ожидаемом уровне. Что дальше? Потому что, ну, просто ловить ретеншн, это интересно первое, наверное, время, а потом хочется развиваться дальше. Что вы делаете дальше с игрой, которая в ваших ожиданиях оправдала? Ой, Дин, извини, пожалуйста, да, можно я, Валера, сейчас прошу перед этим малюсенький вопрос для тех, кто в танке, это, ретеншн? И какой он должен быть нормальный? Ретеншн, это удержание, просто, то же самое, просто по-английски некоторые говорят, некоторые по-русски. Ретеншн, это удержание, то есть, это, грубо говоря, вот, сегодня мы запустили игру, привели в нее 100 человек, и завтра в эту игру вернутся из тех, кто пришли вчера, там, 15. Значит, ретеншн 15%. Ретеншн первого дня, ретеншн первого дня, 15%. Кто вернется еще через день, например, 7, это ретеншн второго дня, и так далее. Есть еще куча, много разных способов смотреть ретеншн, бывает, там, роллин ретеншн, где ты смотришь окно движущееся, но нас вот интересует, наверное, базовое, вернулись, не вернулись, хотя бы через день, неделю, или там, в зависимости от игры. Да, вопрос длинный. Понятно. Возвращайтесь к вопросу, про который я уже забыла. Что вы делаете дальше, после того, как игра, таки, показала хорошую ретеншн? Дальше мы строим гипотезы про то, как сделать еще лучше. Также мы собираем отзывы игроков, там, читаем чат, смотрим, о чем вообще говорят игроки. Ну, естественно, не стоит буквально воспринимать все запросы, потому что все мастера сказать, что вот, давайте еще грабить караваны. Но, пропуская это через какой-то sanity check, мы можем сказать, вот тут ребята говорят, что хорошо бы больше левелов, и чтобы у них там тема различалась, чтобы как-то свежее было на каждом левеле. Мы такие, блин, вообще-то это, конечно, хорошее предложение, мы бы и сами, наверное, так сделали. Тут еще игроки про это говорят, добавляем список. В общем, мы перечисляем гипотезы, которые, как нам кажется, ну, типа, что может улучшить игру, то есть, поднять ретеншн еще лучше, и там, повысить плейтайм, или починить какие-то конкретные косяки, которые именно в этой игре там не зашли. И дальше просто скорим эти штуки. Ну, то есть, либо на основе личного опыта, экспертного, либо на основе каких-то примеров из индустрии каких-то соседних игр, мы оцениваем скорее, вот это важнее, вот это важнее, и вот это сильнее всего повлияет. И дальше делаем колодки, короткий цикл доработок, и перезапускаем, и сравниваем. Улучшилось или ухудшилось? Можно сломать игру, и придется откатиться, можно улучшиться. Я вот сторонник инкрементальных улучшений. если выкатить сразу 400 фич, и, например, станет лучше, то, что стало лучше, это, конечно, хорошо, но ты не знаешь, от какой стало лучше. Ты будешь очень долго возиться внутри данных, исследовать их самыми подробными запросами несколько дней, но можешь не смочь ответить на этот вопрос. Поэтому лучше инкрементально выкатывать новые фичи и проверять, стало лучше или хуже. Конечно же, если у тебя достаточно много игроков, или у тебя достаточно большой бюджет, чтобы привести много игроков платных, то ты можешь обе-тестированиями это запускать, или, правильно сказать, просто сплит-тестированиями. Их, может быть, не два варианта, а, может быть, четыре, чтобы точно уже прям вот смотреть, да, именно в этой версии, именно с этой фичой стало лучше или хуже. То есть, сплит-тестирование, это какую-то отдельную фичу в отдельной группе показывать. То есть, мы разрабатываем сразу все, но в отличие от первого подхода, который ты описал, мы не сразу все выкатываем на всех, да, а в какой-то группе демонстрируем одну фичу. И потом сравниваем результаты между всеми вот этими группами, получается, между всеми вот этими фичами. Ну да, обычно классический пример сплит-тестирования это все-таки две группы без новой фичи с новой фичой. Чаще всего бывает так. Интересно, интересно. А какие еще есть варианты, то есть, вот из, точнее, из твоей практики, наверное, вот кроме того, что внедрить фичу, посмотреть статистику, еще какие-то есть способы, допустим, предугадать ожидания пользователей, игроков, может быть, даже не внедряя фичу. Я не знаю, опросы, может быть, какие-то. Да, да, да. Можно проводить пользовательское исследование какое-нибудь, например, качественное, собрать каких-то 20 человек или 10, которые, как тебе кажется, типичные твои игроки, и показать им какой-нибудь прототипчик, который, может быть, занял у вас там полдня и попросить рассказать, что они про это думают. Ну, если, например, половина сойдется во мнении, что это какая-то фигня, это повод задуматься и, может быть, сильно это переработать или, может быть, вообще придумать другую идею. Разумеется, ну, типа, из-за того, что исследование будет качественным, нельзя будет сказать, что 50% пользователей это не понравилось, ну, потому что выборка очень маленькая, но нужно использовать качественное тестирование как всего лишь один из способов как это называется, пищи для ума, в общем, один из способов собирания списка, что может быть не так. То есть, если все сказали, что все хорошо, это не значит, что все будет хорошо, это значит, что на этот раз не удалось отловить косяки таким способом. А у меня тоже вопрос. Дайте. Как вы, игроков, на каких группы вы делите игроков для себя? В нашем положении нам очень легко, мы их никак не делим, потому что они в среднем очень сильно похожи, в Roblox преобладает очень молодая аудитория, там в среднем 9-12 лет, и мы еще пока не дошли до развития игры на таком уровне, что она... Мы пока еще не дошли до того уровня, когда игра перформит настолько классно, что улучшить результат и заработать больше денег можно только сегментировав аудиторию и экспериментировать на них отдельно. Пока что мы бомбим такими большими гипотезами на всех, это тоже способ. Ну, вполне себе вероятно. А расскажи побольше про этот Roblox, что он на себе представляет. Хорошо. Roblox это такая игровая платформа. В общем-то это такой Steam или это такой Epic Games, но преимущественно для детей. В России он пока малоизвестен и малопопулярен, особенно среди взрослых, но если поговорить с какими-то своими братьями, племянниками, которым лет 7, 9, 10, то, скорее всего, треть из них, а то и половина скажет, что слышали или даже играет в Roblox. А уж в США и там в Бразилии, например, очень много в него играют. По сравнению со Steam у него даже мало больше, там, по-моему, уже за 200 миллионов перевалило. Да. Ну, то есть это очень заметная, очень значимая штука, очень значимая платформа, и люди, которые ей пока пренебрегают, скоро об этом пожалеют, что раньше туда не пришли, и она очень быстро меняется. что собой представляет, ты устанавливаешь клиент, либо это Windows, Mac, телефон твой, даже на Xbox они есть, на VR есть клиент, и так же, как на Steam, только Steam, например, ну, если говорить о PC, Steam ты устанавливаешь стендалон-приложением, а вот у Roblox вся библиотека игр, просто в сайте там регистрируешься, и можешь запустить любую игру, клиент уже скачен, и любая игра запускается просто нажать им на кнопочку Play, играть, и игра там через несколько секунд загружается, потому что все данные в клиенте. А на что похожа классическая игра в Roblox? Классическая игра в Roblox похожа на какие-то ранние версии Майнкрафта, я уверен, что Майнкрафт делал свои прототипы еще в Roblox, и Roblox старее Майнкрафта. Да, я смотрю картинки сейчас, и действительно что-то очень напоминает Майнкрафта, но с элементами Лего. Да, ну такое Лего-образное, я бы сказал, то есть такие кубики, простые формы, и человечки такие угловатые, и еще прикол в том, что кроме того, что ты, когда регистрируешься в Roblox, можешь играть в игры, это такая мультивселенная, где ты вот придумываешь себе аватара, делаешь ему там какую-то кепочку, цвет тела, и заходя в любую игру, ты будешь выглядеть так же, то есть у тебя есть свой персонаж, и ты иммигрируешь из игры в игру. Это очень оригинальная штука, очень классно. Валер, знаешь, что еще я хотел спросить, вот про статистику в целом, и про аналитику, которую можно строить на играх, в какой-то степени я понял, да, если вот чуть углубиться в какой-то конкретный жанр, вот если там поговорить про какие-то синглплееры игры, что именно можно из этих игр полезного получить, и как анализировать там поведение игроков, или еще что-то, есть ли у тебя опыт в этой части? Конкретного опыта нет, можно просто пофантазировать про это, не знаем, насколько будет полезно. можно пофантазировать, все-таки я считаю, что ты человек из отрасли, и можешь что-то интересное донести, свои идеи, какие-то мысли в этой части, мне было бы интересно. Окей, мы, то есть, поговорим про, допустим, мы делаем 3D-шутер, так? Ну, чего-нибудь конкретное, там, я не знаю, кому всем близкое, какой-нибудь, что там у нас, Skyrim, Skyrim, давай, это же однопользовательская игра или нет? Ну, оригинальная, во всяком случае, была однопользовательская, а там мододелы могут делать, что хочешь, возможно, и нет. Окей, RPG получается, RPG. Слушай, тут, наверное, это очень удобная штука, RPG намного удобнее для анализа, как мне кажется, чем, например, какой-нибудь более свободный шутан, ну, потому что игра основана на истории, там есть плод какой-то, есть лор, и есть основная линия квестов, есть побочные квесты, понятно, что RPG-рпг рознь, бывают такие RPG, что там и вообще сложно выделить какую-то основную линию, но, скорее всего, тебя будет в первую очередь, когда ты там только начинаешь разрабатывать эту игру и тестируешь, как заходит, тебя будет интересовать, насколько далеко в основной линии квестов игрок заходит, ну, то есть, просто в процентный комплишен игры, если квестов очень много, в процентах, если мало, то как бы в штуках можешь смотреть, ну, потому что, если игрок теряет интересы или ему слишком сложно, он, наверное, на какой-то точке останавливается, также побочные квесты можешь анализировать, ты же их делаешь для чего? Для того, чтобы людям было не так скучно идти по истории, если они, например, устали, или если ты очень много всего сделал, и вообще у тебя тип игрока такой, что ты хочешь все покрыть, все сделать, смотреть, как игрок покрывает эти ветки. Наверное, это одно из главных, на что бы я смотрел. А вот вот эта метрика, да, то, что игрок поиграл какой-то процент от вот этой однопользовательской игры, или может быть часы, да, например, сколько часов он провел, там, если это какой-нибудь открытый мир или еще что-то. Вот, получается, эта метрика какая-то статичная, вот человек поиграл в игру, наиграл, там, я не знаю, прошел половину квестов и бросил, его вернуть потом в эту игру никак вообще не получится? Есть какие-то ухищрения? Если мы говорим про старые добрые однопользовательские игры, которые запускаются у тебя на PC, если, например, ты просто установил их и скачал из экзешника запускал, то, скорее всего, никак, но если ты, например, в каком-нибудь Steam'е или типа того, я сейчас могу плавать, я знаю Steam только с точки зрения игрока, с точки зрения разработчика игры нет, но ты можешь выпускать обновления, и если ты до этого лайкал игру и как-то там с ней взаимодействовал, фоловил, скорее всего, из-за обновления у тебя может возникнуть какое-то там уведомление внутри Steam'а или там какая-нибудь штучка приклеится, и может быть, я пытался его вернуть таким образом, то есть, да? Ну да. Заманить какими-то уведомлениями, может, новыми фичами или еще что-то. Интересно. Вот. Еще один вопрос, который меня мучает, он не то, чтобы именно, наверное, к играм относится, но и к играм в том числе тоже непосредственно относится. Вопрос этот касаемо различных персональных данных игроков. И тут, на самом деле, можно много о чем поговорить и непосредственно о самих именно данных, о том, что идентифицирует какого-то человека. Но отдельно меня интересует тема, например, привязки к этим данным, привязки к личности игрока и еще дополнительных каких-то особенностей, может быть. Не знаю, какой-нибудь пример привести. Например, в каком-нибудь, я не знаю, в каких-нибудь играх человек любит ходить в бар. Или, может быть, в какой-нибудь игре, внутри игры, он берет какую-нибудь фотографию нелюбимого человека, я не знаю, в играх можно ли это делать или нет, свои какие-нибудь фотки брать, куда-нибудь на стену рисует ее, прикрепляет в виде плаката и расстреливает. Так-так. Вот такие вещи вообще. Насколько, есть ли практика вообще передачи, например, информации такой о каких-то личностях, о каких-то игроках кому-нибудь, я не знаю, в органы какие-нибудь или еще куда-нибудь. Например, при оценке каких-нибудь отклонений у человека или настолько глубоко это все не заходит и как бы бизнес есть бизнес, человек играет, деньги платят и на этом как бы все и останавливается. Интересно звучит. Мне такая практика мало знакома, но я легко могу себе представить какую-нибудь казуальную мобильную игру, в которой ты не просто играешь, а игра тебе говорит загрузи фотку и что-то там интереснее будет. Кстати, к удивлению, почему-то я такого не встречал и, видимо, такого вообще мало. Странно. Скоро мы увидим от тебя такой проект. это чувствую. Возможно. Вообще звучит как прикольная развлекуха, особенно если мало у кого есть. Можно и так заинтересовать игрока, наверное. Я бы, наверное, не считал это какими-то личными данными. Ты загружаешь какую-то картинку, игра не знает, что это, никуда не выкладывает и это существует у тебя в телефоне. Не-не-не-не, может быть, я не очень понятно выразился. Я имел в виду анализ именно человеческого поведения и раскрытия информации об этом. Не в смысле того, что он просто фотку куда-то выложил и там владелец игры или этих данных в игре с ними что-то делает, а в смысле того, что он какие-то не очень, так скажем, может быть, одобряемые обществом действия выполняет внутри игры. Вот, например, вот я говорю, там ножички какие-нибудь бросает или еще какие-то такие вещи странные делает. Типа, как если человек играет в Fallout и специально стреляет в детей или о чем речь? Например, да, да, отличный пример. и чтобы производитель игр... Вот насколько правильно, насколько допустимо в современных реалиях, я не знаю, наверное, это сложно какими-то законами может быть, описать, насколько принято в игровой индустрии следить за такими вещами. Или считается, что если эта функция есть, человеку это доступно, ради бога, пусть лишь бы играл и приносил компании деньги и слава. Я думаю, тут все крутится вокруг можно ли на этом заработать больше или можно ли на этом что-то потерять и особенно в репутации такое в последнее время очень часто. А, ну да, кстати, репутация тоже может ударить. Ну то есть тут не обязательно кидать в кого-то ножички, достаточно как бы слишком объективирующих персонажей засунуть и будет в Твиттере скандал. Иногда это идет кому-то на руку, иногда нет, иногда не предскажешь и какие-нибудь большие компании, которые боятся за свою репутацию, конечно, об этом хоть как-то но думают. Ну и правильно делают, я рад, что они наконец-то об этом думают. Ну то есть в целом таких каких-то стандартов или чего-то подобного не бывает в играх. Это больше вот каждый сам на что гораст, зачем следит, что его интересует и если там переживает за репутацию и думает, что это может повлиять на репутацию, то тогда уже вводят какие-то инструменты. Ну я сказал бы, что какой-то негласный список полуправил скорее есть, это как в кинематографе Голливуда каких-то там 20-30-х годов, когда был вот этот, как же он называется-то, ну вот этот кодекс, когда там не показывать курящих людей, не показывать отрицательное поведение. Ой, интересная. Такая штука была, я к сожалению не помню имя этого чувака, он родился еще в 900-х года, в 900-902-ом что ли году, он наследовал какие-то большие деньги и у него было очень много разных мечт, и в том числе он залез в Голливуд, открыл свою, ну как это называется, Warner Brothers, Paramount Pictures, как вот это студию, удивительно, что такое простое слово выпало из головы, вот, открыл студию и просто с чисто финансовым подходом вообще, то есть мне все равно, что вы делаете, делаете кассовые фильмы, и несмотря на это очень много фильмов зашло, и в том числе с его подачи, если я не путаю, вот вошел этот негласный кодекс, что типа мы не снимаем вот это, вот это и вот это, и это очень распространилось, и действовал дорогий год. Он же и в игры перешел. В игры он не перешел, он все-таки умер раньше, чем игры начались. Но при этом ты говоришь какой-то негласный такой свод неких там правил или рекомендаций в части игр тоже существует. Ну, я это говорю просто с позиции наблюдателя, я уверен, что он есть, потому что я, то есть, знакомлюсь с событиями игровой индустрии и вижу, как часто случаются эти скандалы, он, разумеется, есть. То есть какие-то вещи, которых игровым студиям стоит опасаться и не использовать в избежании каких-то проблем. или наоборот не забывать сделать кое-что, там, следить задаешься и все такое. О, по поводу не забывать сделать, я что-то сейчас вспомнил, раз уж мы про киноиндустрию говорили. Была мулька такая, что в каждом фильме, чтобы он был успешный, обязательно должен упасть вертолет. Не помните такая штука? Или взорваться, да. Был какой-то а в играх нет такой штыки? был какой-то режиссер очень трешовых фильмов, то ли в 70-х, то ли в 80-х, и он снимал прям трешовые фильмы, очень дешевые. И в трейлеры всех своих фильмов он вставлял вот этот кадр, взрывающийся вертолет, и все шли смотреть, чтобы понять, какого хрена там вертолет. Вот, про игры такого не знаю. Все-таки к вопросу о персональных данных вернуться. Я сначала, конечно, слишком замудренную, наверное, мысль пытался продвинуть, но если к более таким обывательским вещам. вот человек, игрок, да, заходит в игру, не хочет, чтобы о нем вообще что-то знали. Но обычно, как минимум, там возраст, например, многие игры спрашивают, если у них есть какой-то рейтинг для того, чтобы, собственно, определить. Дальше уже используется каким-то образом, я уверен, и пол, и, может быть, там географическое положение игрока, еще какие-то вещи. Вот эти вещи правильно использовать. Вот я понимаю, что ты, как человек со стороны бизнеса, со стороны профессиональной этой сферы, ты по-своему смотришь. Вот как ты для себя оцениваешь или, может быть, оправдываешь? Все крутится вокруг денег и на этом все заканчивается? Если говорить про то, что ты говоришь, персональная информация на самом деле не персональная, а типа, какие-то, в общем, данные, которые помогают что? лучше тебя удерживать в игре или что-то такое, то мне кажется, что это настолько неболезненная и неважная и не опасная там тема по сравнению вот с этими всякими лутбоксами, когда просто очень черные механики из тебя вытягивают деньги, ну, помогают тебе с ними расстаться, что, ну, как бы, это все пушистые кролики по сравнению с этим. Так, так, а что за черные механики? Ну, подумаешь, ну, в смысле, ну, это все мы знаем сейчас. Не, не, мы здесь ничего не знаем, у нас подкаст Data Coffee создан специально для того, чтобы наши слушатели узнавали как можно больше из абсолютно разных сфер профессиональной деятельности, я уверен, что всем будет интересно послушать. ну, ну, хорошо, вот, большая компания, которая выпускает игры, она, конечно, хочет зарабатывать еще больше, потому что это бизнес, и там поясняется, что если ты делаешь хоть сколько-то качественные игры, то можно продать эту игру не один раз, а несколько. Можно вообще сделать фри-ту-плей игру, которая как бы бесплатна, но там ты не можешь в нее без слез играть, пока не задонатишь и не купишь что-то, с помощью чего тебе будет не больно играть. Но при этом игра должна еще зацепить, как бы, что бы тебе захотелось. Игра, конечно, должна зацепить, но ты вот погрузился, удержался и дальше понимаешь, что дальше какого-то стеклянного потолка очень сложно пробиться, если не задонатить. Ты там делаешь выбор, наверное, задонатить. Естественно, кто-то нет, но с помощью всяких экспериментов и взвешиваний находится вот этот баланс, где окей, мы теперь считаем денег очень много. И дошло даже до того, что уже, наверное, больше года прошло, какой-то Star Wars, по-моему, выходил и ох, в общем, в одной студии они даже продали игру, она не была условно бесплатная, она не была фри-то-плейная, игра стоила денег и в ней тоже есть донаты, тоже есть лутбоксы и там хоть и речь шла в основном про всякую косметику скорее и там каких-то персонажей, но всех так это взбесило, что вы в платной игре еще до кучи что-то продаете, вы охренели, вот вам заминусуем все игры в стиме и везде, вот мы вам в Твиттере будем очень плохо писать и игра откатилась. Так а денег заработали в итоге? В итоге вот в этом случае не заработали, потому что только успели запуститься, если успели, и пришлось вертать назад. Кто-то зарабатывает. А то может быть какая-то там, может там какой-нибудь лутбокс, я не знаю, стоит миллион рублей и они хотели заработать там, я не знаю, сотни миллионов и вся их цель была от игры продать сотни лутбоксов и они это сделали. Получили кучу негативных отзывов, там еще чего-то, но деньги свои заработали, которые планировали. Но так тоже бывает. Ну и остальные всякие черные механики, как их, наверное, можно назвать, когда ты очень сильно выстраиваешь фичи таким образом, чтобы пользователь платил все больше и больше. Не знаю, какой привести самый ненавистный пример, но, например, ты пополняешь игровой кошелек свой какой-то виртуальной валютой, покупаешь себе эти кристаллики, потому что ты хотел купить себе вот этот вот меч и стоит он 300 кристалликов. Ты кладешь на счет 300 кристалликов и тут же о боже, какое совпадение, ровно после пополнения счета тебе говорят очень нужная штука, очень нужный браслет, всего 100 кристаллов, обычно 1000 стоит. Такой, конечно же, хочу. Покупаешь его, а потом думаешь, блин, я 300 клал, чтобы меч купить и кладешь еще 100, потому что на меч уже не хватает. Ну то есть это чисто манипуляция, объективная, то есть да, манипуляция это специально сделано, но как бы с пистолетом у виска не стояли. Слушай, интересный вопрос возник, а случается, или может это вообще всем известно, опять я как бы из леса вышел, случается ли такое, что в игровых студиях в штате присутствуют психологи или психиатры, которые участвуют в разработке игр. Я не думаю, что психиатры, но конечно же большие студии конечно же как минимум на аутсорсе имеют таких ребят, которые хорошо в этом разбираются и не обязательно даже просто каких-то психологов, просто хорошо иметь ответственного за такие фичи, которые уже в этом шарят. Я уверен, Именно разбираются в поведении людей каком-то, да, может быть именно в играх даже и знает как лучше что продать. Да, конечно, но это не такая редкая вещь даже в индустриях далеких от игр, просто в каких-нибудь сервисах люди, которые отвечают за исследования и тестирование могут быть вполне обученными психологами или около того. Такое встречается нередко. Мне кажется, в играх обычно эту роль совмещает в себе геймдизайнер. То есть именно он предполагает, как именно будет действовать игрок, который, например, заточен на ПВП или игрок, которому важно пройти до конца все квесты. Да, конечно, я думаю, мы до сих пор про лутбоксы говорим. Конечно, в зависимости от размера игры геймдизайнеров может быть, конечно, не один. И вот этот чувак отвечает за эти механики, этот за эти, а этот за стор или эти три за стор в зависимости от размера стора. А у меня еще такой вопрос. Скажи, в какие игры ты играешь сам и какие тебе больше всего нравятся? Мне в последнее время очень хорошо заходят Метро и Двани. Мы тут объясняем, что это такое? Конечно, конечно. Метро и Двани это такой жанр, это жанр, это жанр игры. Название складывается из названия двух культовых игр еще из консольных восьмибитных времен Метроид и Кастлвания. Это были такие игры, для них это были такие платформенные, платформеры, но для них было характерно, что ты не продвигаешься по какой-то цепочке уровней строго слева направо, а там много локаций и ты сам ищи свой путь. И там очень много заранее заведомо недоступных локаций, недоступных штук, и ты продвигаясь по игре онлочишь возможности, обилити и входы во всякие скрытые и не скрытые помещения и раскрываешь этот мир постоянно. То есть ты начинаешь вот с этого и заканчиваешь вот этим. Но в современных играх это тоже используется, это уже необязательно платформер, есть и 3D игры. Например, очень классный представитель этого жанра игра, которая называется Superland. Его сделал очень маленькой командой, человек, наверное, из 10, какой-то чувак из Германии. Она запустилась что-то пару лет назад, может, три. Супер положительный отзывы. Она все еще плохо известна, потому что это не огромный проект с огромным рекламным бюджетом. Они уже сделали одно дополнение, делают вторую часть. Просто вот такая. Ну, конечно, она попала в какие-то подборки типа игры, которые вы могли пропустить. Вот такие. Еще очень классная Metro 2, не самых дальних лет. Это... И вот теперь-то она у меня, конечно, выпала из головы. Control? Control нет? Не-не-не, это тоже платформер, она есть и на PC, и на PlayStation. Ну, вот это, где такой жучок маленький бегает. Господи. Я ее отложил, я ее отложил на полторы недели. И забыл. Забыл название. Настолько мне понравилось мне играть, что я название даже не вспоминал. Слушай, а ты сам в создании, вот, допустим, игр из жанра Metro 2 не участвовал? Нет. А хотел бы? Да, очень хотел бы. Мне бы очень это понравилось. Мне кажется, это классно, потому что, чтобы сделать такую игру, нужно пройти очень важный, очень большой этап продумывания вот этого разворачивания вот этого мира, что после чего начинает быть доступным. Конечно же, в любой игре есть такие... почти в любой игре есть такие элементы, но тут это прямо на максималках. И очень важно и основной путь продумать, ну, то есть и стандартный путь продумать, как игрок будет продвигаться и позволить игроку открыть какие-то свои последовательности. И про это просто очень интересно думать. Это очень сложная система такая сама в себе. Сложные системы их очень интересно разрабатывать. Прикольно. А ты хотел бы в своей роли поучаствовать на таком проекте создания такой игры или в какой-то другой, может, я не знаю, гейм-дизайнером или... Нет, скорее в своей, в такой более высокоуровневой. Мне будет, скорее всего, очень скучно просто очень много месяцев сидеть, делать очень похожие вещи. Ну, в хорошем смысле похожие. То есть за одним станком стоять. Ну, ладно. У нас, я чувствую, уже временной лимит подошел к концу. Мы обычно стараемся в часок уложиться. Спасибо, Валер, большое за то, что пришел. Было очень интересно... Что вы назвали? Было очень интересно послушать, узнать информацию и про то, как устроена аналитика, какие хитрости и черные, забыл, как ты их назвал, практики используются для того, чтобы выманивать денежки из игроков. Уважаемые слушатели, если вы все еще продолжаете по какой-то причине слушать наш подкаст, но еще не подписались на наш в Телеграм-канал, не подписались на нас на какой-нибудь подкаст-платформе, то обязательно срочно это сделайте. С недавнего времени мы начали выпускать еще и в Ютуб наши эпизоды в формате аудио. Если кому-то удобен такой формат, будем рады, если вы будете слушать и смотреть нас там. Спасибо большое, спасибо Дина, что присоединилась, жаль, что Мак не смог сегодня к нам прорваться, но я думаю, в следующем выпуске мы наконец-то соберемся все вместе. Да, всем спасибо, до свидания. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok